Привет, ребята! Это Настя. Сегодня я буду вам рассказывать, как исследователи делали из депрессивных сон сов очень счастливых жаворонков. И предложу вам принять участие в таком трёхнедельном эксперименте по улучшению вашего настроения. Может быть, кто-то из вас, кто внимательно смотрел мои видео прошлым летом, когда я делала огромную серию роликов про сон, мне скажет «Камон, Настя, ты же говорила, что нужно спать восемь часов, это регулирует настроение, я сплю, что ещё нужно?» Да, на самом деле это так. Восемь часов как бы длина необходимая сна очень важна в настроении, потому что именно во время REM-сна, как я рассказывала, происходит ресет эмоциональный. И если мы, например, или не спим достаточно, или в исследованиях учёные не дают людям впасть в REM-сон, то тогда больше беспокойства, депрессии и суицидальных мыслей у людей. Но оказывается, что спать достаточно, недостаточно. Важно также во сколько мы спим. Поэтому если вы ложитесь после 11-12 и у вас настроение мэх, может быть, это видео вам поможет. Давайте вначале разберёмся с понятиями совы-жаворонки, то есть с хронотипами. Хронотип сова — это те, кто более бодро себя чувствует во второй половине дня, ближе к вечеру, у них второе дыхание открывается. Жаворонки — те, кто рано встают и могут быть сосредоточенными и продуктивными рано с утра. И очень долгое время учёные думали, что, может быть, это не какая-то генетическая вещь, а просто привычка. Если ты привык вставать поздно и работать вечером, то ты — сова. Но если тебя переучить, то ты станешь жаворонком. Но сейчас всё-таки наука склоняется к тому, что есть гены, которые делают нас более склонными быть жаворонками или совами. И 20% людей в мире по оценкам — они совы, 20% — жаворонки, а большинство людей — птица. А большинство людей — кстати, птица — они ни жаворонки, ни совы. Это такой смешанный тип, называется голубь. И знаете, что интересно? В исследованиях всегда пишут, как сложно совам жить в нашем мире. И я очень всегда этому удивляюсь, потому что я однозначно жаворонок. Не знаю уж по генам или по привычкам, но я люблю вставать рано. И вот когда я начинала вести этот канал и вообще ударилась в тему саморазвития и продуктивности, я какое-то время долго вставала в 5.30-6.30 в зависимости от сезона, во сколько светлеет. В последние года я стала вставать позже, это 6.37, не потому что мне нравится вставать позже, а потому что мне кажется, что в нашем обществе для жаворонков нет достаточно условий, потому что всё поздно открывается. То есть в то время, когда я встаю и выхожу, и прихожу в кофешок, он ещё закрыт. Или я ем, например, в 6 последний раз, а совы едят позже, и большинство людей едят позже. Люди ходят на какие-то вечеринки. Я в 8 часов уже в душе, а в 9 часов я уже лежу в пижаме в постели с книгой. И мне казалось, что наоборот жаворонку очень сложно. Но всё-таки я понимаю, о чём говорят исследователи, потому что если обычный человек, его жизнь как построена? Вокруг работы или вокруг учёбы. И тут ты вынужден, просто имея работу или учёбу, вставать гораздо раньше, нежели твой хронотип считает для тебя более оптимально. И я понимаю, когда мы смотрим, что у сов есть много разных заболеваний, которые ассоциированы именно с вот этим социальным джет-легом. Как он называется? То есть недосып, вызванный социальными правилами. И у сов есть большая ассоциация к развитию всяких болезней, как физиологических, так и психологических. И, с одной стороны, об этом важно говорить, потому что даже наша рабочая среда становится всё более и более дружелюбной и более гибкой к особенностями, к ограничениями, которые имеют все люди. Например, если у вас маленькая компания, и вы можете принять решение о том, когда сотрудники должны на рабочем месте, чтобы всех устроило, это иметь обязательные часы с 11 до 2, когда все должны быть в офисе, когда они могут встречаться, общаться, проводить встречи. А остальное время 5 рабочих часов человек сам выбирает в зависимости от своего хронотипа. Хочет он прийти в 7 утра на работу и уйти в 3? Его выбор. Главное, чтобы он с 11 до 2 был там. Хочет он прийти в 11 утра на работу и уйти там в 6-7 по сколько-то? Опять же, его выбор. Главное, чтобы он с 11 до 2 был там. То есть есть уже какие-то вещи, которые мы можем сделать сами. Но всё-таки на сегодняшний день для большинства из нас нужно самому переучиваться, спать в другое время. И тогда вопрос тут, если это генетически обусловлено, можем ли мы как-то сместить хронотип человека? Можно ли мы заставить сов ложиться раньше, вставать раньше и хорошо себя чувствовать? И эксперимент, которым я хочу вам рассказать и предложить сделать так же самим, говорит, что да, и действительно это эксперимент в единственном числе, потому что так мало ещё таких контролируемых экспериментов сделано, но они достаточно многообещающие. И я также хочу ещё напомнить, ребята, что помните, хронотип — это что-то, что смещается на более ранний на протяжении всей нашей жизни, да, если вы посмотрите, птицы, если вы посмотрите на ваших младших братьев, сестёр и на ваших бабушек, дедушек. Подростки встают очень поздно, потому что их хронотип всегда смещен в сторону совы. Пожилые люди встают всё раньше и раньше и раньше с возрастом, потому что они становятся жаворонками. Да, с возрастом действительно хронотип меняется. Но как сегодня мы можем из совы сделать жаворонка? Рассказываю. Этот эксперимент был сделан в Англии, где они зарекрутили типичных представителей сов. То есть эти люди в среднем ложились в 2.30 ночи, а вставали в 10-15 утра. И они разделили этих участников на две группы. Одна группа им дали конкретные правила, 11 правил погибления сна, которым они должны были придерживаться на протяжении трёх недель. Я вам сейчас их расскажу. А второй группе дали, как это плацебо-группа, дали одно правило, они должны были, по-моему, обед есть в одно и то же время и ничего другого не менять. И по истечению этих трёх недель они увидели, что у группы, которая следовала 11 правилам, у них сметился хронотип. Как они это определили? По выделению мелатонина, да, гормона, который делает нас сонливыми. Если до эксперимента он у них выделялся в полуночь, то после эксперимента он начал выделяться на 2 часа раньше, в 10 часов. Кроме этого, так как они изучали именно связь настроения и ментального здоровья и хронотипа совата или жаворонок, у тех сов, которые стали более как жаворонки, у них уменьшились симптомы депрессии, беспокойства, стали лучше когнитивные функции. И даже утреннее, они просто стали себя лучше чувствовать, в том числе у них стала меньше утренняя сонливость. Вот эти 11 правил, ребят. Единственное, что хочу сказать, что сами исследователи говорят, недостаточно пока у нас информации, чтобы какой-нибудь психотерапевт мог взять этот протокол и дать его человеку с депрессией, ожидая, что это поможет ему с настроением. Но, как я на канале всегда говорю, в своей жизни и для вас есть какие-то вещи, которые мы можем, в принципе, без риска на себе попробовать. И это очень простые лайфстайл вещи, которые просто надо consistently на протяжении какого-то времени делать. Если только у вас, может быть, не действительно диагностированная депрессия или расстройство сна, я не вижу совершенно никакого риска в том, чтобы попробовать это делать. В другом, в обратном случае, да, поговорите со своим врачом. Ну, в общем, вот простые правила. Это всё будет длиться три недели. Что нужно делать? Посмотрите, во сколько вы обычно ложитесь и начните ложиться на 2-3 часа раньше. Посмотрите, во сколько вы обычно встаёте и начните ложиться каждый день на 2-3 часа раньше. Притом, заметьте, все эти правила действуют абсолютно все дни. И в выходные, и в рабочие дни. И нужно просыпаться в одно и то же время. В выходные и в рабочие максимум может время различаться на 15-30 минут, но не больше. Одно и то же время. В выходные и рабочие дни. В утренние часы, в выходные и в рабочие дни, я не перестаю это подчёркивать, пожалуйста, проводите как можно больше времени на солнечном дневном свете. То есть, например, вы можете позавтракать, если у вас есть какой-то балкон на балконе, а не в квартире. Если вы идёте на работу, пройдитесь пешком до работы, не берите метро, возьмите трамвай, я не знаю, короче, как можно больше солнечного света. Завтракайте как можно раньше после пробуждения. Ешьте в одно и то же время каждый день и не ужинайте позже, чем в 7 вечера. Не употребляйте кофеин после трёх часов дня, и это не только про кофе, но про чай, про энергетики, про колу. Не делайте перерыв на короткий сон, ну, короче, съезд после четырёх. Если вы занимаетесь спортом, делайте это в первой половине дня, и вечером ограничите использование электронных устройств, которые голубым светом светят. Я подготовила для вас эти правила, ребята, в виде распечатки, чтобы вы могли их себе, не знаю, положить в ежедневник или на телефон скачать, или на холодильник повесить, возле кровати положить. И также я сделала трекер, где вы можете отмечать ваш график сна, как он, надеюсь, будет смещаться, и во сколько вы ложитесь, во сколько вы засыпаете, во сколько вы просыпаетесь. Ссылки на всё это будут в инфобоксе внизу. И также я вам хочу предложить, если вы хотите поделиться с другими своими успехами или сложностями, и почитать про других, если кто-то будет делиться, то используйте какой-то единый хэштег. Мы напишем его здесь, чтобы мы могли найти друг друга в соцсетях. Ну, я преимущественно использую Инстаграм, но, может быть, вы где-то ещё можете им воспользоваться. Вот и весь эксперимент, ребята. Если у вас есть какие-то вопросы по тому, что нужно делать, пишите их внизу. Я постараюсь найти ответ, если не буду знать на него. И также мне будет интересно услышать от вас, замечали ли вы, что когда вы ложитесь поздно, это как-то негативно сказывается на вашем настроении, на вашем беспокойстве, на ваших потенциальных чувствах депрессивных. Ну и не забудьте указать слововые или жаворных. Увидимся на следующей неделе. Пока!